Добрый день, друзья! 4 января 2023 года. Пайкодром Грибовка. Мы с Сергеем приехали ловить щуку на воблеры. Вода в озере поднялась на метр и в пяти метрах от берега появилась бровка, приводящая к зацепам. У меня катушка со шнуром 0.5 по японской нумерации, у Сергея мульт со шнуром 2. После нескольких зацепов я перестаю ловить на крупные воблеры. Сергей продолжает рисковать и ловит утром первых щук на Пантон 21, Коблиста 120 и Ратлин зип бейтс калибра в натуралке. До обеда щука клевала вяло, рыбалку сильно затруднял боковой порывистый ветер, создающий сильную дугу. Субтитры создавал DimaTorzok Мы ловили в южной части озера. Здесь большинство использовали силиконовые приманки с головками 3-8 грамм. Поклевки на дальнем забросе и возле бровки. Предпочтительные цвета желтый, оттенки голубого и розового. В мутной воде на глубине 2-3 метра лучше всего виден голубой цвет. Желтый и зеленый сильно ослабевают. Красный при глубине свыше полутора метров пропадает. Фиолетовый щука вообще не видит. С часа до двух выход щуки у всех ловилось. И на силикон, и на воблеры, и на колебалки, и на вращалки. С часа до двух выходных. Спасли. Помог отцеп кипарис 200 грамм. Спасибо Дмитрию с Харькова. Для головок и блесен он не годился. При наличии лодки можно было бы спасти больше приманок. Игорь поймал щуку на силиконовую приманку голубого цвета. Внутри у хищницы была еще одна силиконовая приманка с металлическим поводком, что не помешало ей атаковать повторно. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok